Так, Артём, вечер добрый. Добрый вечер. Перед началом этого небольшого интервью хочу напомнить, что у тебя есть телеграм-канал, ссылочка в описании, который активно развивается. Ну а с моей стороны я хочу дать ссылочку, если ты не против, на марафон трейдеров клуба Аллигатор, который стартует 25 октября. И который проводит известный нам с тобой Василий Боев. Наверное, мы с рекламой закончим и поговорим про инфляцию, которая пугает старшее поколение и не пугает и молодежь. Инфляция не просто так ты сказал слово пугает. Нас пугают инфляции, все СМИ пугают нас инфляцией. Что очередной скачок инфляции, мы все беднеем. Там уже кто-то может говорить про какую-то гиперинфляцию, что все подорожало. И вызывают такую как бы у людей боль. Причем можно сказать, что и неосознанно. Откуда это пришло? Это пришло еще с 90-х годов, когда у нас была вообще в стране большая инфляция. И вызваны в том числе бесконтрольным печатанием денег необеспеченных. Когда по сути выдают деньги, но поскольку они ничем не обеспечены, они обесцениваются. Вот эта инфляция, которая регулярно происходит в большинстве африканских стран, в большинстве латиноамериканских стран. Когда постоянно национальная валюта дешевеет и действительно это плохо. Можно почитать «Черный обелиск ремарка», там была как раз история, что я прошу повышение зарплаты. Ты же с утра уже просил, с утра мне хватало на галстук, а к вечеру уже нет. Такого люди боятся. Но инфляция, например, в России сейчас вызвана другими факторами. Не потому, что Путин берет и печатает необеспеченные рубли. Нет такого. Что есть? Есть произошедшая год назад девальвация доллара. Есть скачок мировых цен на, в принципе, все коммодитис. И есть экспортеры российские, которые успешно добывают в России все, что только могут, и продают за рубеж. И речь не только про нефтегаз, речь и про металлы, и про древесину, и про еду. То есть, это многофакторная история. Производители макарон жалуются, что пшеницы не хватает. Ее не хватает, потому что ее продают за рубеж. Это история, с которой Россия глубоко еще не сталкивалась. Когда мы вместо того, чтобы зависеть от внешних поставок продуктов, например, так успешно импорты заместились, что мы теперь продаем вовне. И возникает проблема, что производителю выгоднее продавать за рубеж, чем внутри. Да, и проблемы, эти правительства, даже за это Путин его ругал, не всегда вовремя осознаются. И какие-то таможенные ограничения на экспорт, а по подсолнечному маслу, например, в Казахстан и в Китай, вводятся с опозданием большим. Ну, на мой взгляд, если инфляция вызвана тем, что в экономику страны вливается экспортная валюта, которая поступает от того, что люди потрудились, произвели товары, продали его за рубеж и поступили живые деньги, это обеспеченная валютная масса. Это то, чего все хотят и жаждут. Только почему-то в России у нас это считается проблемой. На мой взгляд, сделайте мне инфляцию 20%, но такую, чтобы она была обеспечена экспортными поставками, живыми, реальными деньгами, чтобы это было обесценение не за счет печатания деревянного рубля, а за счет поступления живых денег. Эти деньги будут крутиться в экономике, будут ее развивать. Может быть, мы там на горизонте в полгода-год потеряем, но деньги любят работать, и экономика будет расти в смежных отраслях, у людей будет больше рабочих мест. Когда их будет больше, будет уже битва за кадры квалифицированные, и зарплаты пойдут вверх. И просадка по инфляции компенсируется ростом зарплат. Что в такой стагнирующей экономике не происходит. Если у вас работодатель в режиме дожития, то первое, что сокращается, это зарплата. Вот чего надо бояться, а не инфляции, которая в каком-то смысле помогает предприятиям лучше работать и зарабатывать. Это что касается России. Нет, ну секундочку. Это еще надо дожить до того счастливого момента. Во-первых, у нас сейчас статистика показала, что обрабатывающие отрасли, они находятся в ловком загоне. Это не нефтегаз. Надо еще дожить до такого счастливого момента, когда экономика разгонится. А многие придохнут, извиняюсь, за голоду. Ну, я утрирую, конечно. Но это надо еще дожить до этого момента. И не все такие счастливые люди, у которых индексируется рублевая заплата. Многие годами ждут этого. Ну, что сейчас предприняло правительство. Я не могу сказать, что я горжусь этими цифрами, которые правительство сделало. Но это лучше, чем ничего. Конкретно, что пособие по безработице уравняли с минимальным размером оплаты труда. А его, опять же, по-моему, уравняли с прожищным минимумом. То есть, какая получается комбинация? Что если вдруг ты на этом кризисе потерял работу, тебе выдают достаточно денег, чтобы закрыть все базовые потребности. Да, это не поездка на Роллс-Ройсе и так далее. Это вот прямо как прожиточный минимум, по самому минимуму. Но тебе не придется продавать имущество, чтобы просто кушать. Это уже для России, это уже достижение. У нас довольно большая часть людей вообще по некоторым методикам находится за гранью бедности. И туда должны быть направлены социальные выплаты. Не на то, чтобы поддерживать работающих людей, а на то, чтобы поддерживать людей, которые почему-то не могут работать. Ну, в идеале, в идеале, человек в России не должен остаться без какого-то минимального дохода. Я не говорю про 4000 евро, которые хотели, по-моему, сделать в районе Швейцарии. 4000 франков. И то они, кстати, против проголосовали. Я говорю о какой-то минимальной сумме, которая не должна вообще облагаться ни налогами, не должна там сбитываться с нее за долги, еще что-то. Просто люди не должны маргинализироваться. Я хочу расставить все точки над «ай». Мы начали это интервью с таким контекстом, что нас пугает инфляция, но в инфляции есть и положительные стороны. Я правильно тебя понял? Да, да, да. И ты так смело идешь, а я спрятаю, когда мне последний раз западу поднимали. Ну, извиняюсь, не в универе, конечно, нет, вообще. В хорошей инфляции есть большие плюсы, а в плохой инфляции плюсов никаких нет. Просто не надо обобщать, я об этом. Не надо бояться ситуации, когда инфляция вызвана положительными для экономики вещами. Понятное дело, что работодатель, может быть, ну, такого нет, что автоматом индексирует зарплату. Нет, я что бояться-то? По-моему, насколько квартиры подрали? Порцентов на 35 с начала года? Да. Не надо бояться. Ну, я не боюсь, но недвижка нужна. Я ничего не боюсь. Подожди, это ты говоришь, она тебе нужна. Но если у тебя уже есть недвижка, ты думаешь, ага, инфляция на мне отразилась положительно, потому что рост квартир тоже вызван, в том числе, инфляцией. Это такой компенсирующий механизм. Да, заметьте, я не вступаю с тобой в полемику. Мы просто хотели обозначить с точки, и всё. Ну, мы в такой, знаешь, обсуждаем такую токсичную тему. Любой человек, у которого есть родственники пенсионера, услышав, что в России кому-то платятся деньги на уровне прожиточного минимума, справедливо будет негодовать со словами, что на эти деньги невозможно прожить. Вот у меня пенсионеры, вот у меня безработные родственники. Это просто нищенский уровень. Но меня лично радует, что он есть, потому что вообще-то в капиталистических странах принято, что талон на еду, платное образование, платная медицина, медицина в кредит, то есть тебя привезли на скорость, сделали операцию, а потом сказали, что ты теперь пожизненно должен денег. И ты из этой бедности не имеешь никакого возможности вообще вырваться. Как только ты туда попал, ну, ты, можно сказать, что обречён. И не только ты, но и дети, потому что дети не получат образование. Слушай, ну, это в всех странах разное. Вот я знаю страны, где можно окажут тебе неотложную медицинскую помощь, и даже кольнут вакцины против COVID бесплатно совершенно. Да, но, к сожалению, к такой стране относится Россия, между прочим. Но, к сожалению, такие страны не все. И ты сказал, в капиталистических странах? Вот, а я к этому и клоню, что Россия, у неё ещё не изжитые социалистические такие истории, когда всё-таки принято выплачивать что-то людям. Ну, к счастью, на мой взгляд, это к счастью, потому что мы так резво вдарились в капитализм, что, в принципе, должны были отменить и бесплатную медицину, и бесплатное образование. Мы так резко вдарились, что скоро придёт Платошкин, уже сейчас Платошкин на президенты, и обратно маятник очнётся. Я вот сколько вижу сообщений сейчас в СМИ, постоянно приходят новости, что какие-то дополнительные выплаты, какая-то там индексация пенсии, индексация этого минимального размера оплаты труда. Я не могу сказать, что это, я ещё раз говорю, я не горжусь этими цифрами в рублях, но то, что вообще это есть, что об этом заботятся, мне очень приятно как гражданину. И, наверное, не стоит себе Россию сравнивать со Швейцарией, но если посмотреть на окружающие наши страны, соседи наши, мы в хорошем положении. Надо отмечать эти положительные моменты. И по поводу Америки ты хотел сказать? Ну, инфляция в России ещё и вызвана тем, что есть мировая инфляция. Что фиксирует у нас МВФ, по-моему, что мировая инфляция 4-5%. В том числе это значит, что и Америку постепенно накрывает инфляция. И там как раз всё в порядке с печатанием денег, веерным распределением этих денег по населению. И инфляция доллара должна быть. Но, собственно, об этом говорят уже многие годы, много аналитиков. Этой инфляции не происходит, потому что в Америке есть чудесный абсорбатор ликвидности, это фондовый рынок. И, на мой взгляд, чем выше, так сказать, инфляция в США, тем с большим оптимизмом я бы смотрел на фондовый рынок Америки. А вот когда инфляция там закончится, придёт какая-нибудь стагфляция, или, не дай бог, они начнут бороться с возросшей инфляцией тем, что поднимут ключевую ставку, тогда будут проблемы. Потому что на бесконечно растущем американском фондовом рынке можно успешно взять дешёвые плечи и сидеть годами в бумаге дивидендной. платит там 2% годовых дивидендов, берёшь с пятым плечом, получаешь 10%. Прекрасно живёшь. Если это ещё всё постоянно растёт, зарабатываешь. Они так по этой схеме работали, но вот в сентябре процентов, наверное, 80, те, кто получал чеки по 2000 долларов, уже перестали их получать. И система несколько поколбасила. Ну, то, что я вижу в некоторых акциях американских, именно дивидендных, они просели достаточно серьёзно. И, на мой взгляд, это как раз индикатор, о котором все говорят, который, может быть, не все замечают. То, что могут начать поднимать ставку рефинансирования США. И это очень может негативно сказаться на рынке. Причём, на мой взгляд, уже сказалось, уже просадки произошли. То есть, рефренд. То есть, вот красной нитью прошло. Нас пугают инфляции, но не надо бояться качественной инфляции. Да, это первое, что хочу сказать. Это такой спорный тезис, но я его буду отстаивать, что в России инфляция качественная, в отличие от многих других стран. И надо этого радоваться. И вторая история, что фондовый рынок американский растёт в том числе от того, что у них инфляция, скажем так, некачественная. Но она успешно абсорбируется с финансовым рынком. Пока всё будет так и происходить, мы будем наблюдать рост. Но готовьтесь к тому, что ситуация может поменяться, тогда мы будем наблюдать падение, серьёзное. Надо аккуратно себя вести в это время. Ну хорошо, спасибо. Я не буду тогда бояться сегодняшней инфляции. Спасибо большое. Пока в магазин не пойду, конечно. За небо.